Всем привет, с вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу, как правильно подготовить многолетники к зиме. Конечно, про все не расскажешь, но основные принципы, как подготовить, почему, и покажу на практике. С вами проделаем вместе подготовку основных культур, которые самые распространенные. Если будут вопросы, вы потом пишите для каких-то особенных культур, расскажем дополнительно. Итак, нужна ли обрезка многолетникам к зиме? Это вопрос всегда был спорный, и я когда-то про это вам рассказывала. Могу предположить, что растению, в принципе, обрезка так себе нужна, потому что пока позволяет погода, температура, влажность, происходят процессы фотосинтеза. Если листва, к тому же, здоровая, поэтому правило такое вырисовывается. И если листва здоровая, мы не обрезаем. И если листва больная, мы обрезаем как можно раньше и как можно ниже. Второе правило, что будем всегда обрезать те растения, которые активно размножаются семенами. Это могут быть мордовники, синеголовники, пасконник. Может, у кого-то есть, оно позволяет себе вырастить солидага, есть сортовые, не пугайтесь, потому что они ведут себя достаточно сдержанно, но при этом уносят очень красивое пятно в цветник. Поэтому те растения мы обрезаем и утилизируем отдельно, чтобы не было распространения засилия новых растений по весне. И будем обрезать те растения, которые к весне, даже и сейчас, они образовывают очень прочные стебли, и которые за зиму все равно сохраняют свою прочность. И весной их будет трудно обрезать. Например, как у гелениума. Они прямо такие деревянистые, поэтому лучше обрезку сделать сейчас, хотя он очень здорово цветет в настоящий момент. Гелениум осенний. Либо обрезаем те растения, которые имеют волокнистые листья, например, как у ириса болотного или у ириса сибирского. И если мы их оставим до весны, то эти волокна остаются, и они просто как канаты. Мы их тянем, а они все равно там сидят. Поэтому лучше обрезать сейчас, потому что потом это будет мокро, неприятно, полузгнившие такие по весне. Обрезаем. И особой эстетики они тоже из себя не представляют. Поэтому вот эту группу обрезаем. А остальные, конечно, на ваше усмотрение. И начнем мы с вами со всеми любимого ириса бородатого. Ирис бородатый любит поражаться. И редко у кого увидишь, чтобы стояли здоровые, красивые листья, особенно у растений, которым старше трех лет. Пятнистости всякого рода. Гнили, бактериальные и всякие прочие другие грибковые поражения. Поэтому надо всенепременно удалить. И после того, как мы удалим, осматриваем растения. На земле не должно остаться тех листьев, которые к этому моменту уже полегли. И естественно, что они имеют следы грибного поражения. И сверху мы должны присыпать наши ирисы песком или песком в перемешку с торфом. Потому что корневища за зиму в результате колебания низких, высоких температур, там оттепели бывают же, и корневища, вы замечали, они выпирают кверху. Поэтому для того, чтобы все-таки в эти моменты, когда происходит стаивание снега, не подмерзали, не поражались, солнечные ожоги не получали, мы присыпаем песочком сантиметра три в слое сантиметр. И оставляем их отдыхать до весны. Давайте с вами теперь обрежем ирисы. Здесь затесались сорняки. Убираем, конечно же, выпалываем. Остатки цветоносов. То есть не должно остаться ни одного листа пораженного. Остатки цветоносов сильно дергать мы не будем. Мы все-таки их вырежем. Некоторые легко уже снимаются. Те, которые поражены до основания, мы так вот их стараемся оттуда, другого слова не нахожу, выдрать. Но в целом получится у нас такая картина. Смотрите, весь куст мы не будем обирать. Я вам покажу на примере вот этого пучка. Здесь куст уже старый, поэтому всего тут проросло. Хотя мы и старались сохранять в чистоте. Его пересаживать уже, конечно, надо. Затем для ирисов такое правило обрезки листьев. Когда мы обрезаем вертикальным треугольником. Значит, делаем так. Почему так повелось? Я даже и сказать не могу. Может, вода как-то стекает. Так, этот лист мне тоже не нравится. Я его убираю. И у нас останутся такие красивые розеточки. Вся листва должна уйти с грядки. И здесь ничего не должно остаться. Те, которые мы видим, поражены достаточно. Мы их обрываем. А остальные обрезаем веером. Сервисами такую процедуру проделывать надо всенепременно. На растительных остатках, которые сохраняются, будут оставаться споры грибов. Они уходят в почву и весной будут появляться снова. Также необходимо осмотреть на наличие. Вдруг вы замечали, что ваши цветы увядают. У некоторых бывает такое поражение вредителями. Ирисовая муха, которая поражает основание бутонов. Потом она уходит, личинка, вглубь. И делает там дальше свое черное дело. Вот так вот мы... Ну, давайте еще вот этот освобожу. Раз он уже тут просится. Пораженный убираю. Этот обрезаю. Этот обираю. И снова наш треугольный веер. Какой высоты он? Ну, сантиметров 10-15 остается веер. Все это мы сжигаем. Не отправляем на компост. Хотя я и сама считаю, что на компосте, при условии, что если правильно готовить, то в течение трех лет он абсолютно вызревает. И те бактерии, которые занимаются расщеплением бактерий, микроорганизма, грибы, которые занимаются уничтожением растительных остатков, они все приведут в норму. Все. И теперь мы присыпаем. Конечно, не критикуйте меня. Тут тщательно надо выпалоть. Но я вам показываю принцип. Я вот приготовила песочек. И получается вот такая у нас картинка. Что еще можно здесь предпринять? Здесь можно предпринять еще использовать пролиз. Пока температуры положительные. И температура почвы будет сохраняться. Хорошо, если 15 градусов мы еще застанем. Но если мы понимаем, что температура почвы 10 градусов, то мы вполне можем использовать линейку препаратов Profit Aqua, которые бактерии и грибы будут работать при этой температуре. Поэтому не забывайте про биопрепараты. И все. Прощайте. До свидания. Я говорю с Ирисом. До весны. Надеюсь, что вы будете теперь спать хорошо. И будете здоровенькие и веселенькие. Теперь обрежем пион. Я считаю, что состояние его на октябрь месяц замечательное. И, наверное, это все-таки воздействие наших препаратов Profit Aqua. Природная защита и энергия роста. Они дают вот такой хороший положительный результат. А что они содержат в своем составе? Они содержат триходерму в одном препарате. И в другом препарате сенная палочка, которая как раз-таки работает с грибными поражениями. Кот листва и хорошо сохранилась. Мы будем обрезать на высоту 10-15 сантиметров. Такую листву мы смело можем отправить на компост, потому что она практически здоровая. Хорошо бы и подполоть, если есть сорняки. Сильно рыхлить не рекомендуется в эту пору, потому что можно оголить, либо повредить, особенно внутри почки. К счастью, я вам показать не могу. Но когда пораженные серой гнилью побеги у пиона, тогда, конечно же, необходимо их все поудалять. Ну вот, это, наверное, сорняк. Ну, пусть примерно вот такой. Значит, мы его обрезаем как можно глубже. Но мы не тянем его таким образом, потому что мы можем повредить почку, которая вполне еще жива. Убираю тут все лишнее. Надо ли делать мульчирование для пиона? Да. Можно замульчировать с тем, чтобы не росли. Я так смело делаю по периметру, тем, что есть. Вы можете купить красивую такую тяпочку-драбчик и по периметру подрыхлить, но не пробираться сюда внутрь, чтобы не повредить почки. Все. Если вы хотите замульчировать, считаете, что так ему будет теплее, или в весенний период меньше будет сорняков, будет лучше сохраняться влага, то вы мульчирование располагаете сантиметров 10 от основных побегов с тем, чтобы они дышали. Пионы не любят, когда на них наваливают подушку. Если вы проживаете в регионе, где очень холодные зимы, и бывает, что малоснежные зимы, но вот есть же там где-нибудь в Иркутске, например, тоже пионы люди выращивают, то там, конечно, хорошо сделать слой мульчи сантиметров 15-20 даже, с тем, чтобы не было поражения заморозками почек, которые любят расти близко к уровню почвы. Но в условиях Беларуси такое мульчирование абсолютно нет в этом никакой необходимости. И все, все, что надо с этим пионом сделать. Побежали дальше, посмотрим, что делать с хостой. Хоста стоит уже в таком состоянии. Град ее бил, слизни ели. Естественно, в эту пору присоединились уже какие-то грибковые легкие поражения. И просто сама уже физиология говорит о том, что она собирается уходить на покой. Идет пожелтение между жилками, идет пожелтение. Уже запасающие вещества уходят в почки. Косты, которые весной, как свечки, будут выскакивать из земли. Я бы вот оставила этот куст, пусть бы себе и стоял. В природе такие листья сохраняют температуру почвы и способствуют тому, что до последнего момента, пока еще лист зеленый, он работает, фотосинтез работает, и запасаются питательные вещества, и растение лучше переносит зиму. И становится более крепким и здоровым. Потому что внутри еще совершенно здоровые зеленые листики. Либо варианты какие? Дождаться первых заморозков, когда вся листва эта ляжет, подождать недельку-другую, и потом просто грабельками раз-раз ее выгребьте. А можно вообще ничего не делать. А весною просто убрать отдельные остатки черешков, которые не успели изгнести, потому что к весне от этого куста практически ничего и не останется. Выбирайте любой способ, и каждый из них будет правильный, как вам нравится. Конечно, когда после первого мороза все это будет лежать на земле, и вы проживаете на свой дом у вас, допустим, то, конечно, эстетика будет так себе. Но если вы закрыли двери и поехали в город, то, я думаю, где-нибудь в марте-апреле месяце результат без затрат получится. Теперь направляемся к флоксам. Ну а теперь флоксы. Что мы сделаем с флоксами? Конечно, к середине осени я считаю нормальное состояние, потому что, как правило, уже в августе месяце, когда ночи короткие, влажные, то мучнистая роса тут как тут. И в зависимости от сорта, это всего лишь дело времени. Редкие сорта, которые посажены правильно на проветриваемом солнечном участке, остаются здоровыми до конца сезона. Всегда присоединяется мучнистая роса. И хочет он еще цвести, и это уже повторное цветение у флоксов, но и мучнистая роса тут присутствует. Значит, мы будем обрезать. Мы видим, что нижние листья уже начали отмирать по разным причинам, потому что конец сезона, потому что мучнистая роса для кого-то. И снизу начинаются всякие присоединяются грибковые поражения. И грибные, надо правильно говорить. Вот это все очищаем. Убираем, чтобы на почве не осталось никаких растительных остатков. Убираем сорняки, потому что они тоже переносчики различных инфекций и вредителей. Особенно в начале сезона. Обращайте внимание на сорняки. И рядом растущие, и особенно в цветниках, и разных овощных грядках. Это еще те переносчики всяких вредителей и болезней. Подрыхлели все эти пенючки, которые у нас получились. Мы обработаем. Можно золой, можно доломитовой мукой эти пенючки обработать. И снова же, если будет позволять погодные условия, то мы можем обработать препаратами профит. Сила роста, защита природы, которая содержит культуральные колонии грибов из родов триходерма и бациллюз, и которые еще успеют поработать. А те, которые не успеют поработать, и вдруг наступят прохладные денечки, они сами найдут дорогу поглубже, там сохранятся, и весною приступят к своей хорошей защитной работе. Все остальное мы тоже обрезаем. Можем замульчировать с тем, чтобы корням было немножко теплее, и весной меньше было пересыхания, и в дальнейшем сорняки не росли. Давайте мы с вами замульчируем, например, торфом. Не надо много насыпать. Слой сантиметра 3-5. Этого будет достаточно, чтобы предохранить от поражения морозами, или тогда, когда происходит оттепель, или бесснежный период. Все. Теперь у нас тут чистенько. И спокойной ночи, ребята. Всякие прочие многолетники, когда мы обрезаем, готовим к зиме, придерживаемся таких правил. Больные, сильно рослые, которые распространяют семена, и любуемся теми, которые еще благоухают и цветут. Прответания вам! Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова